Людмила Владимировна Титова решила стать почтальоном, когда вышла на пенсию. На почте она трудится два года. Ее рабочий день начинается с сортировки газет и журналов, которые после обеда она разносит подписчикам и адресатам своего участка. Обойти нужно без малого 33 дома. Открытки, вот это все продолжается, все поступает еще. Все говорят, письма сейчас не пишут. Нет, пишут письма. И много, и открытки шлют из всяких разных стран. Так что нет, почта работает, она не стоит на месте. Людмила Владимировна считает, что профессия почтальона включает в себя не только механическую работу с корреспонденцией. Иногда почтальон примеряет на себя роль психотерапевта. Особенно это важно в общении с пожилыми людьми. К ним как относишься к народу, так и они относятся к тебе. Они у нас здесь, народ здесь старенький, район старенький. Они требуют от нас доброты, разговора побольше. Ну а так, в принципе, все нормально, все прекрасно. С мнением своей подчиненной согласна и начальник отделения Ольга Надежкина. Она работает на почте уже 12 лет. Начинала оператором, потом стала руководителем маленького, но сплоченного коллектива. С каждым человеком можно найти общий язык. Если все объяснить, показать, то все прекрасно все понимают. И у нас коллектив очень дружный. Одни – получить интернет-заказ, другие – отправить бандероль, третьи – оплатить квитанцию. Ежегодно почта нашей страны принимает около 2,5 миллиардов писем и счетов, обрабатывает порядка 350 миллионов посылок. Сотрудники отделения доставляют подписчикам 1 миллиард газет и журналов. Ольга считает, что при любой нагрузке главное любить свою профессию и быть отзывчивым с клиентами. Человек, работающий на почте, должен обладать терпением, потому что люди бывают разные. Каждому надо найти общий язык, подход свой, каждому, может быть, надо помочь. Всемирный день почты отмечается 9 октября. Праздник приурочен к появлению Глобального союза, который объединил отделения по всему миру. И даже сейчас, когда отправить сообщение можно с любого гаджета, получить настоящее письмо или открытку – знак особого внимания. Елена Грецкова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.